Подобные встречи традиционно проходят в канун очередного раунда женевских дискуссий для обсуждения и подготовки повестки дня. Министр иностранных дел Вячеслав Чирикба отметил хороший уровень взаимопонимания с сопредседателями. Наша цель сделать встречу субстантивными. С помощью сопредседателей, как посредников, мы придем к значимым результатам, отметил в ходе встречи глава внешнеполитического ведомства. Участники встречи коснулись формата механизма по предотвращению реагированию на инциденты. Вячеслав Чирикба выразил заинтересованность абхазской стороны в его возобновлении. Мы хотим, чтобы грузинская сторона максимально деполитизировала этот механизм, чтобы там не было никаких политических структур, что это чисто механизм по безопасности, чтобы там присутствовали именно те люди, которые должны там присутствовать, никто не то другое. Это принципиальная позиция. По словам главы МИД Абхазии, пока в вопросе урегулирования грузино-абхазских отношений прогресс не просматривается, поскольку мнения сторон сильно отличаются друг от друга. Это остается ключевым вопросом женевских дискуссий. По мнению Вячеслава Чирикба, принятие условий абхазской стороны, такие как признание Абхазии компенсация причиненного ей ущерба в ходе войны, являются важными аспектами нормализации отношений. Вместе с тем глава МИД Абхазии отметил, что Женева – это площадка, на которой мы можем высказать точку зрения по многим вопросам, в том числе по визовой политике. Америка сняла все ограничения поездки, даже на Абхазии, с посетами России. Тем не менее, страны Евросоюза – это Германия, это Италия, это Франция, это Бельгия, другие страны. Очень большие проблемы стоят для наших граждан в плане визовой политики. Об этом уже идет обсуждение в Брюсселе, поскольку мы подняли тему, и наши сопростоятельные об этом говорят в Брюсселе. И также еще идет о признании наших документов в образовании, документы жизненного цикла, браки, разводе, рождение ребенка. Все эти вещи нужно признавать. И нам очень важно понять, как ситуация решается в похожих случаях. Это Тайвань, это Северная Кипра и так далее. В общем, важно, что тема впервые поднимается на таком уровне, на уровне Евросоюза. О нарушении прав граждан Абхазии, которые путешествуют по территории Евросоюза. На встрече обсуждались меры по защите культурных ценностей Республики Абхазия при участии международных экспертов. Коснулись и вопросы реализации программы по поиску пропавших без вести. Уже после встречи в разговоре с журналистами, сопредседатель женевских дискуссий от ООН Анти Турнунен отметил значительное улучшение общей обстановки в Галском районе. Заметили ли вы в Галском районе, что ущемлены права граждан, грузинских граждан, которые проживают на территории Галского района? В принципе, сопредседатели посетили несколько школ в Галском районе, поговорили с преподавателями, учителями, обсудили, достаточно ли есть учебников. И в принципе, какие-то проблемы остаются, но в основном ситуация довольно позитивная. 31 раунд женевских дискуссий запланирован на март этого года. Сима Аргун, Саида Гуха, Абхазское телевидение.